Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Сегодня день сотрудника органов внутренних дел. В Краснодаре прошло торжественное собрание. В Сочи вниманием окружились семь непогибших. В Сочи стартовал форум духовно-нравственной культуры «Покров». Его участниками стали более тысячи человек. В Сочи появилась аллея журналистов. Ее высадили в честь столетия газеты «Черноморская здравница». В Сочи установлены бюсты родоначальников самбо. Их открытие приурочили к старту чемпионата мира, который проходит на курорте. На Кубани разработают стратегию национальной политики. С таким предложением выступил губернатор Вениамин Кондратьев о сохранении стабильности и мира. В крае глава региона говорил с представителями национальных культурных обществ. На территории Кубани сегодня проживают более 120 различных народов. Об их добром соседстве расскажут наши краснодарские коллеги. В одном большом дружном танце сошлись чуть ли не все народы края. Плечом к плечу стоят адыги, татары, дагестанцы, греки и армяне. Уже много лет они не просто отмечают праздники – живут вместе. Кумыки, лесгины, чеченцы, башкиры, украинцы. Мы все дружим, и таджики есть. Мы очень все дружные, все общаемся. Россия имеет, конечно, особенность, потому что она большая и она впитывает в себя все то, что ее окружает. И мне кажется, Россия тем и сильна, что она может объединять, ибо она соприкасается со всеми культурами, со всеми национальностями. Краснодарский край по количеству национальностей и конфессий – идеальная модель в общем всей России. Мирно соседствует на территории Кубани 124 абсолютно различных народностей. Помимо славянской группы самая большая – армянская диаспора. Далее – адыги, греки, цыгане, осетины, евреи, азербайджанцы, абхазы. И это даже еще не половина всего списка. Сегодня представителя национальных культурных обществ за одним столом собрал Вениамин Кондратьев. Чтобы обсудить, как сохранить этот межнациональный мир и в будущем, в таких непростых внешнеполитических условиях провокации со стороны Запада вполне ожидаемы. А значит, в обществе необходимо создать непримиримое отношение к любым проявлениям национальной нетерпимости. Есть нация, есть ее отдельные представители, не лучшие. Поэтому не нужно из одного представителя того или иного народа делать выводы о всем народе. Мы должны давать себе отчет, что мы делаем даже словом, что в конечном итоге. Достигнем мы вот той консолидации в высокой степени дружбы наших народов, как мы говорим, внутри. Или наоборот. Это приведет к деструктивным моментам. Вот давайте думать даже не на шаг, не на два, а на три шага вперед. Мы не можем предать память наших предков. Никто не может. Никакой народ. Но мы также не можем предать свое отечество. Чем бы ни прикрываясь. Вот это всегда помните. Отечество, оно у нас одно. И у наших детей, внуков последующих поколений, даже у тех, которые еще не родились, оно всегда будет одним. Патриотизм и уважение друг к другу важно начинать прививать еще с ранних лет. В этом сошлись все участники встречи. Ведь, например, если в центральной части России конфликты чаще носят территориальный характер, то есть перестают дружить с улицами или микрорайонами, то бытовые ссоры в нашем крае переходят в межнациональные. У нас очень часто это принимает форму конфликта с национальной окраской, когда ребята на дискотеке поссорились из-за девушки, из-за косо брошенного взгляда. Но участниками конфликта оказались представители разных национальностей. Это сразу же начинает агрессивно интерпретироваться и подаваться в информационном пространстве, в первую очередь в интернете, ну вот как пример такого конфликта. Такие разные народы с такими разными традициями и культурами. Но у всех одна общая история страны, в которой живут. Одни на всех праздники трагические даты. Но тем не менее памятные и важные дни есть в отдельности у каждой нации. Прошла Кавказская война. Воевали все. И русские, и казаки, и поляки. И все заинтересованные, и не заинтересованные. Все воевали. Да, были последствия. Да, есть трагедия. История, она прошла. Давайте жить дальше. Давайте этой молодежи, давайте хорошее образование, хорошее направление в жизни, чтобы он был носителем своей культуры. А не все время вспоминал, там моих предков когда-то что-то сделали. И в этом плане именно адыгские общественные организации, мы выступаем уже не первый год, за то, чтобы День памяти жертв Кавказской войны был единым днем памяти жертв Кавказской войны. Имеет право сегодня, конечно, любой народ, чтобы помянуть предков, допустим, погибших в той или иной трагической ситуации. И если возьмем, к примеру, и черкесского народа, и русского народа, то вы вместе возьмите и поплачьте на той или иной трагической датой. Вместе. И скажите, да, это наша общая история сегодня. Да, это наше общее отечество. Краснодарский край, как постоянное место жительства, ежегодно выбирают около 120 тысяч человек. Это люди совершенно разных народов. А значит, они должны жить по установленным в регионе правилам межнационального согласия. Вениамин Кондратьев предлагает разработать стратегию национальной политики. Что касается стратегии национальной политики, я хотел бы, чтобы этот документ рождался не в кабинетах чиновников, а вот все вместе, в диаспорах, в центрах национальных культур. Он прошел обсуждение. И мы должны его сделать, на самом деле, живым, действенным уставом, жизнеспособным. И кто бы к нам не приехал, какой национальности, все должны понимать, что они должны жить по этому уставу, по этой стратегии. Еще раз подчеркиваю, мы все вместе отвечаем за эту стабильность межнациональную. Стратегию национальной политики региона разработают до конца года. Но выполнять все ее пункты, а прежде всего проявление толерантности, необходимо не только на уровне руководства и председателя национальных центров. Терпимость и уважение к другим нациям должно быть неотъемлемой частью культурных ценностей всего общества, как это было всегда на Кубани. Исторический труд длиною в жизнь. В Краснодаре прошла презентация книги кубанского автора Юрия Бадяева. Заслуженный учитель и историк в своем труде. Он попытался собрать информацию о георгиевских кавалерах России с момента учреждения самой награды. А это период почти в 250 лет. В новом издании Юрий Бадяев рассказывает не только о жизни героев, но и проливает свет на неожиданные исторические факты. С автором книги побеседовали наши коллеги из Краснодара. Научный труд Юрия Бадяева официально представили в Краснодаре. На презентации присутствовал губернатор края. Автор книги был учителем истории у Вениамина Кондратьева. Я помню ваши уроки в школе, на самом деле. Даже когда мы уже их закончили, и даже когда уже не нужно было приходить, мы завидовали тем, кто приходил на его уроки. Только потому, что это были уроки, на самом деле, глубокие. Они были настоящие. Они были не из книжки. Они были где-то, может быть, из поисков, образы, которые он, на самом деле, собирал, искал и лично встречался с людьми. Люди близ его жизни. Необходимо сегодня, чтобы эти герои, они оказались пусть на страницах истории, на страницах книги, но в нашей жизни. То есть иначе откуда нам брать вот эту связь поколений. И когда молодой человек или девушка будет знать, что вот он, который герой, тоже ходил по этой улице, он тоже был в этом парке, в этом сквере, но он стал героем. Это будет другое его восприятие. Исторический сборник охватывает период в 248 лет. С момента, когда Екатерина II учредила орден Святого Георгия. Книга разбита на 19 глав. Каждая посвящена отдельной теме. Например, очерки о наградном георгиевском оружии или о георгиевских кавалерах-детях. Трехтысячный тираж книги под авторством Бадяева уже разошелся по всем школам Краснодарского края. Сегодня день сотрудника органов внутренних дел. Торжественное собрание правоохранителей прошло в Краснодаре. Борцов с преступностью поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. А в Сочи прошла встреча с семьями погибших сотрудников органов внутренних дел. Такие мероприятия проводятся ежегодно. Для семей погибших сотрудников органов внутренних дел была организована экскурсия в образовательный центр «Сириус». Гостям рассказали интересные научные факты и предложили самим провести несколько экспериментов в лабораториях. После этого, как говорится, с ветерком их доставили по набережной в ресторан. Слова благодарности и признательности им высказали глава Сочи Анатолий Пахомов и временно исполняющий обязанности начальника городского УВД Сергей Огурцов. Всем гостям вручили памятные подарки. Есть такая профессия – родину защищать. Так называется Всероссийская информационно-агитационная акция. Ее главная цель – информирование граждан о преимуществах военного обучения и последующей военной службы по контракту вооруженных силах Российской Федерации. В число участников входят и школьники. О том, что значит носить военную форму и защищать родину, узнали старшеклассники 8-й гимназии. Среди почетных гостей – представители Министерства обороны России и высших учебных заведений Южного военного округа. Именно на их базах расположены учебные центры, где готовят курсантов. Впоследствии они, получив знания, отправляются служить по контракту. Но если для старшеклассников военная служба пока кажется чем-то малознакомым, то для юнормейцев, которые также стали участниками акции, надеть военную форму – осознанный выбор. Число активистов этого всероссийского движения, которое появилось в стране лишь три года назад, неуклонно растет. Не так давно мы начали заниматься этой темой. На сегодняшний день у нас уже большое количество юнормейцев. В том числе и 11 числа в Олимпийском парке будет проходить присяга, где будут приняты еще 200 юнормейцев. Итого у нас в Сочи будет порядка 500 юнормейцев. Старшеклассникам рассказали о военных профессиях, о преимуществах военного обучения и прохождении военной службы по контракту. Для ребят, особенно те, которые уже собираются выпускаться из школы, это очень важно, интересно для определения дальнейшей своей судьбы. Тем более, что мы видим, что в последнее время престиж армии очень высоко поднимается. И для ребят это очень важно. Военно-патриотическое воспитание. Тысячи старшеклассников уже смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Среди заинтересованных армейской службой немало и девушек. Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – родину защищать» проводится уже третий год подряд во всех городах страны. Она продлится до 25 декабря. Принять участие в ней смогут все желающие. В Сочи стартовал третий по счету форум духовно-нравственной культуры «Покров». Его участниками стали священнослужители из разных регионов России, активисты молодежных движений и представители городской власти Сочи. Всего более тысячи человек. Духовность, нравственность, патриотизм – основа единства страны. Как воспитать идеального гражданина и привить ему любовь к малой родине? Фундамент главных ценностей должен закладываться еще в начальной школе, а закреплять его должны преподаватели вузов, утверждают участники форума. Этот форум, который проходит, он как раз собрал на нашей площадке в городе Сочи духовенство ученых, общественность, преподавателей, для того, чтобы обсудить проблемы духовно-нравственного воспитания нашего и молодежи, и в целом формирование нового облика жителя нашего города и в целом России. За круглым столом участники форума развернули настоящую дискуссию, из чего должны строиться духовно-нравственные ценности – главная тема встречи. Здесь с двумя ценностями. Соответственно, очень внимательно послушать вас, и вообще тот опыт, который можно вынести не только на Россию, а на самом международном форуме, те личности, тот опыт, который есть, мы, конечно, безусловно, будем включать программу и стараться, чтобы он был известен всем. Форум-фестиваль духовно-нравственной культуры Покров организован по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Сидора. Обсуждение духовно-нравственной культуры в современном обществе продолжилось и после круглого стола, на сей раз в Зимнем театре. Хор духовенства Екатеринодарской и Кубанской епархии встречал гостей форума, который стал традиционным ежегодным. В нашем городе он проводится в третий раз. К участию в нем привлекаются школьники, студенты сочинских вузов, вся общественность города. Речь в первую очередь идет о возрождении духовности. И, как отмечают священнослужители, Сочи – курортные олимпийские вправе претендовать на другой статус – духовный. И время, и Сочи, наверное, меняется духовно. Я, как принадлежность Кубани, то есть, да, выходец, я, конечно, за то, чтобы Сочи действительно божьей помощью, человеческими стараниями, вашей информацией, информацией, чтобы Сочи, сочинцы, вся Кубани, Россия стала духовным государством. И тогда будет это не просто политическое, это будет как раз радость, счастье человека, семьи и общества. Чего я всем от Бога желаю. Испокон веков наша страна была высокодуховным государством. Этим всегда гордился российский народ. И сейчас необходимо создавать государственно-общественный механизм для приобщения детей и подростков к культурно-историческим и духовно-нравственным ценностям. Необходимо предложение, разработки программы по развитию духовности и нравственной культуры. В рамках форума Покров студенты вузов Сочи, Орла, Бенгорода и Воронежа стали участниками Олимпиады, которая выявила сильнейших в интеллектуальной битве. На первый взгляд город – вечный праздник музыки, отдыха. И с трудом может, наверное, претендовать на статус духовного центра. Но это совсем не так. И тем не менее, нравственному воспитанию молодежи мы здесь уделяем огромное внимание. Без этого невозможно достойно вырастить новое поколение. Итоговое пленарное заседание фестиваля определило значимость заявленной темы. Кроме ярких выступлений и обсуждений, проходят показы кинофильмов, лауреатов Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный ангел». Для школьников также организованы встречи с участниками фестиваля «Кинопричь. Мы сами снимаем кино». Гелена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания «ФКТ». Вековая печатная история. 12 ноября старейшая на курорте газета «Черноморская здравница» отметит столетие. Уже сегодня в адрес сотрудников издания прозвучали поздравления от коллег и мэрии. А в новом парке, открывшемся в сентябре на Макаренко в честь 80-летия Краснодарского края, появилась аллея журналистов. Расскажет Татьяна Говоркова. Это издание называют историческим на Черноморском побережье. Первый номер газеты был выпущен 12 ноября 1917 года. Тогда она называлась «Сочинский пролетарий». В то время на курорте было только две газеты – «Пролетарская» и «Эсеровская». Тогда же, можно сказать, и зародилось понятие «сочинская журналистика». Шло время, менялись политические и общественные взгляды, с ними менялись названия газеты и её формат. Но главным критерием для редакции всегда были уважение к читателям и объективная подача информации. Черноморская здравница стала и основной кузницей кадров для сочинских журналистов. Больше сотни человек в разные периоды времени трудились над заполняемостью газетных колонок. Сейчас тираж газеты составляет 5000 экземпляров. Наряду с печатным изданием она есть и в интернете. В моё время подписка на эту газету была 55 тысяч экземпляров. В самые лучшие времена штат был до 50 человек. А общий штат, то, что я застала, было 100 человек в редакции газет. Сегодня их около 10 человек, и они наполняют наше издание жизнью. Сочинские журналисты сегодня приняли участие в закладке аллеи. Десять сосен высадили в сквере 80-летия Краснодарского края. Символично, что мы сегодня, накануне Дня города, ещё делаем один подарок для наших жителей. И ещё одна важная юделейная дата – это столетие нашей Черноморской здравницы, нашей старейшей газеты. Хотелось бы сказать, высказать искренние слова благодарности всем поколениям журналистов, всем поколениям руководителей, редакторов этой газеты. Такой подарок городу и редакции Черноморской здравницы в честь её столетия преподнёт Сочинский союз журналистов. Это вторая по счёту аллея, посаженная руками мастеров печатного слова. Первая появилась 20 лет назад во время празднования 70-летия Черноморки рядом с мэрией. Ведь это издание пережило с городом все исторические вехи. Самая любимая газета – «Сочинцы». Наверное, ещё и потому, что она действительно самая такая вот старая, самая уважаемая. Ей больше доверяют. Мне хочется пожелать, чтобы у Черноморки были и добрые, патриотические к Черноморке читатели, и, конечно, чтобы были спонсоры, да и рекламодатели щедрые. Чтобы экономически газета была на плаву. На плаву издание, конечно, держится благодаря труду профессиональных сотрудников. Сегодня они принимали поздравления от Департамента печати Краснодарского края и властей города. Получили благодарности и грамоты. А главному редактору Черноморской здравницы Ирине Тодоренко глава города вручил знак признания и почёт сочинцев. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В городе выбрали лучших последователей Хартии «Я люблю Сочи». Этот документ появился в 2014 году. Его уже подписали ведущие предприятия курорта и самые активные жители. В этом году в преддверии Дня города решили выбрать лучших последователей Хартии в пяти номинациях. Так, самым спортивным учреждением курорта выбрана общеобразовательная школа номер два. Уроки физкультуры здесь проходят нестандартно. Во многом это заслуга Владимира Хайхиана. Он всегда старается заинтересовать детей, предложив что-то новое. В профессии Хайхиан 53 года. 41 из них работает учителем физкультуры в школе номер два. Добиваясь результата, мы вкладываем всю душу, все сердце, внимание детям. Мы стараемся заинтересовать, конечно, их, чтобы поменьше сидели, как освобожденные, больше занимались. В свой первый год работы Владимир Андреевич завел традицию. И вот уже четыре десятка лет ведет вот такие альбомы. На страницах «Спортивная история школы». Фотографии, автографы известных спортсменов, которые в разные годы были гостями учебного заведения. На снимках и ученики Хайхиана, которые впоследствии стали чемпионами России и мира в разных видах спорта. В их числе и олимпийский чемпион, бобслейст Алексей Воевода. Благодаря таким заметным достижениям школа номер два признана одним из лучших последователей Хартии «Я люблю Сочи». Кроме того, победителями конкурса на лучших последователей Хартии стал отель «Клуб Прометейка» самогостеприимный. Учреждением с самым красивым ландшафтным дизайном «Югспорт», самым культурным учреждением «Гимназия-15». Награждение победителей состоится 18 ноября. К другим новостям. В Сочи стартовал чемпионат мира по самбо. Отметили это и в Центре спортивной подготовки «Югспорт». Здесь сегодня открыли сразу два памятных бюстера для начальника этого вида спорта – Василию Ощепкову и Анатолию Харлампьеву. Символично, что бюсты основателей самбо Василия Ощепкова и Анатолия Харлампьева было решено установить прямо перед Федеральным центром единоборств. Последние годы именно эта база стала местом притяжения спортсменов со всей России. То, что здесь открывается памятник этим двум замечательным людям, те дети, те девушки и юноши, которые будут приходить сюда, они будут понимать, что, равняясь на этих основателей самбо, тренируясь, достигая высот, они смогут стать чемпионом мира. Василий Ощепков вошел в историю отечественного спорта как гений и родоначальник самбо. Правила единоборства он разработал самостоятельно в 1933 году. Философия этого вида спорта построена на системе противодействия противнику без применения оружия. Она же должна воспитывать патриотизм и гражданственность. Уже позже начинание Ощепкова продолжил его ученик, не менее знаменитый в Союзе спортсмен Анатолий Харлампьев. Совершенно логично, что теперь именно этих выдающихся людей будут увековечены в спортивной столице России – городе Сочи. Мы действительно стали площадкой для проведения многочисленных спортивных соревнований, событийных мероприятий. И каждый раз мы представляем Россию. А как вы сами понимаете, для нас это очень и очень ответственно. Мы понимаем реально, что за нами Родина, и мы ее ни в коем случае подвести не должны. Что касается популярности такого вида спорта, как самбо, то им в нашем городе только среди подрастающего поколения занимается более двух тысяч школьников, возможно, будущих чемпионов. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Сочинском профессиональном техникуме открыли учебные классы компании «Легрант». Два кабинета оснащены новейшим оборудованием для обучения будущих электриков. Расскажет Ольга Десятого. Возле ресурсного центра по энергетике Сочинского профтехникума праздничная атмосфера. Оркестр, творческие номера, высокие гости. Открытие учебных классов провели в торжественной обстановке. Красная лента перерезана. Гости отправляются на экскурсию по новым учебным классам. Компания «Легрант» – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий оснастила сразу два кабинета – силового оборудования и систем автоматизации. На таких обучающих макетах будущие электрики будут постигать азы профессии. Кстати, все оборудование – это новейшие образцы. Используя его в учебном процессе, выпускники техникума получат конкурентные преимущества. Они потратят гораздо меньше времени на адаптацию на рабочем месте. Наши выпускники, заканчивая колледж или техникум, и в частности сочинский профессиональный техникум, который в том числе является ресурсным центром по энергетике, должны выпускать максимально качественных специалистов. С тем условием, чтобы, приходя на производство, они не переучивались и могли работать на современном оборудовании. Компания «Легрант» намерена продолжать сотрудничество с сочинским профтехникумом, цель которого – повышение качества электротехнического образования молодежи. Будем поддерживать постоянно в актуальном состоянии образцы оборудования «Легрант», оказывать техническую информационную поддержку силами наших специалистов, принимать участие в организации и проведении технических семинаров и конференций на базе техникума с привлечением специалистов электротехнического рынка. Сегодня оборудование компании «Легрант» осмотрели десятки гостей, а уже в самые ближайшие дни в новых учебных классах начнутся первые занятия. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». На сегодня все. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и удачных вам выходных.